Приветствую вас. Вы знаете, не отрицая того, что сказала вам моя коллега, мне бы хотелось отметить некоторые вещи, которые она вам не сказала. Во-первых, причина поведения вашего ребенка, каприз, капризы, истерики и так далее, это все вследствие того, что вы вот ее любите, все, как вы говорите, любите, лелеете, и, собственно, поскольку она у вас, видимо, единственный ребенок в семье, то есть, ну, очевидно, что она у вас одна, то, соответственно, она привыкла к тому, что все ей, все достается только ей, и, в общем-то, никто, ничего, никто ни в чем ей не отказывает. И она чувствует, что может все, что дозволено все, и привыкла, что любой ее компресс, собственно говоря, выполняется. И когда в детском садике возникает ситуация, что ее чем-то ограничивают, естественно, она к такому просто-напросто не привыкла. И отсюда возникает такая реакция. И надо сказать, что реакцию подобную нужно постепенно выправлять. Иначе, как вы сами правильно заметили, дальше будет хуже. Соответственно, что вам можно сделать в этой ситуации? Ну, во-первых, разговаривать безусловно нужно. Разговаривать безусловно нужно, но и нужно воспитывать в ребенке вот это вот правильное качество понимания того, что можно, а что нельзя. То есть, ребенок, он сейчас, в данном случае, чувствует себя по сути центром мира. И для него, ну что уж, греха таить, это нормально. Нормально. В этом возрасте чувствует себя центром вселенной, тем более, что вы сами ему, ну, немного подыгрываете волей-неволей и сами его в этом убеждаете. Вот. Значит, необходимо вам вместе с мужем и со всеми родными выработать, ну, скажем так, несколько иную позицию по отношению к девочке. То есть, есть то, что можно, есть то, что нельзя, есть определенные правила. Эти правила нужно соблюдать. И если ребенок их не соблюдает, то вы его, естественно, не ругаете, ибо вы, в общем-то, правильно понимаете, что ругать нет смысла, ругать не имеет никакого смысла. Но есть смысл в другом. Здесь смысл ребенку показать, что чего-то делать нельзя. И если чего-то делать нельзя, то это означает, что, сделав это, ребенок тем самым обрекает себя на, ну, не ругать, вот это нужно правильно понять, а на неприятие своего поведения членами семьи, другими членами семьи. То есть, вам не нужно ругать свою дочь, если она совершает какие-то плохие поступки. Если она действует как-то неправильно. Ругать ее не нужно. Но, не помешает показать ей, я бы сказал, по-возможности, ну, нейтрально. То есть, вы, с одной стороны, не ругаете ее, все остается так, как обычно, но, с другой стороны, вы явно относитесь к ней более холодно, с другой стороны, вы явно проявляете свое неудовольствие и так далее. Чтобы она поняла, что что-то она делала не так. И это что-то, собственно, привело к таким вот последствиям. Это первое направление, которое вам, ну, желательно бы осуществлять. И второе направление, оно касается, на самом деле, придания значимости того, что ребенок делает. То есть, условно говоря, зачем соблюдать какие-то правила, если у него, то бишь, у ребенка, и так все есть. и так все имеется, и ей и так все дают. Зачем? Нет, зачем. Зачем что-то делать, если то, что от нее требуется сделать, является, ну, скажем так, недостаточно значимым для нее. И вот степень значимости нужно повышать. И чем лучше, чем сильнее вы сможете повысить степень этой значимости, того или иного действия для нее, тем больше шансов, что она будет делать именно так, как нужно вам. Что значит повысить значимость? Это значит придачу привычному действию, которое обычно, например, она выполняет без особого удовольствия, новые непривычные смыслы, новые непривычные значения, новые непривычные направления. Для чего? Чем больше у ребенка этих смыслов, тем больше шансов, что она будет себя вести по-другому. Ну, например, вот то, что вы рассказали, да, вот в детском саду ситуация, воспитатель наказывает детей за что-то, и, соответственно, ваша дочь начинает устраивать истерику. То есть, очевидно, что другим детям тоже не очень нравится то, что происходит. Но именно ваша дочь устраивает истерику. Спросите ее. Ну, просто попробуйте спросить. А считает ли она себя условно говоря, ну, взрослой? Просто спросите ее об этом. Считает ли она себя взрослой? Если да, то постарайтесь до нее донести, что если она считает себя взрослой, то взрослые так себя не ведут, как ведет себя она. И, соответственно, если ей хочется быть взрослой, то пусть она будет ей взрослой, но тогда пусть и придерживается саду от лучшего поведения. Иначе она не взрослая, а маленькая. Скажите ей, что так, как она ведет себя, ведут только маленькие. Если она хочет быть взрослой, нужно забанавливать себя иначе. И вот тогда как раз если ваш дочь хочет быть взрослой, например, если это для нее важно, можно придумать что-то другое по вашей важности. То есть тут необходимо подобрать что-то, что именно волнует ваша дочь, что отличается ее потребностям, ее желаниям. И вот это ей дать через нужное действие образовать новый смысл, который будет по сути стимулом для того, чтобы она взяла себя так, нужно, и чтобы вы не беспокоились. Чтобы она взяла сама себя, условно говоря, приучала быть правильному поведению, более адекватному поведению. Вот думаю, что так можно ответить вам на вопрос. Также, как довольно правильно заметила вам моя коллега, важно бы проанализировать отношения вашей семьи, чтобы понять от кого и почему дочь переняла вот эту модель поведения, когда с легкостью прощения просит и тут же делает какую-то вещь, как ни в чем не бывало. Ибо это достаточно плохо, и самое главное, что это треводный звоночек, треводный звоночек для нее, да и для вас в принципе тоже. Вот. На этом я думаю можно закончить. Надеюсь, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.